И мы расскажем вам о наиболее важных событиях уходящей недели в жизни Створопольской и Нинамыской епархии, а также о предстоящих праздниках церковного календаря. 7 января православный мир празднует великое событие Рождества Христова. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Этот праздник отмечают миллионы христиан по всему миру. Ему предшествует сорокадневный рождественский пост. Во все дни поста исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. В христианской традиции от праздника Рождества Христова и до крещения Господня у православных христиан начинаются святки. Особое время радости о родившемся и Спасителе Иисусе Христе. Вечером 6 января в канун праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил всенышные объения в Андрейском соборе города Ставрополя. В ночь с 6 на 7 января в праздник Рождества Христова правящий архиерей совершил праздничную божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. За праздничное богослужение молились многочисленные верующие, среди которых были представители органов краевой и городской власти, представители казачества, воспитанники архиерейского казачьего конвоя и прихожане храма. Перед причастием были оглашены рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла и митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла. По окончании литургии Высокопреосвященнейший Владыка поздравил священнослужителей и паству со световым праздником Рождества Христова. Всех вас, дорогие вохристианцы, братья и сестры, братья казаки, наши казачата, сердечно поздравляю и приветствую с великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня Великая Святая Рождественская Ночь и внимательно слышали удивительные слова Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И вот в Его послании Рождественском были две главные мысли. Первая мысль это то, что Господь из небытия бытие призвал этот мир и человека по единственной великой своей любви. Послал Сына Своего, Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы вернуть в рай согрешившего некогда в раю человека. И любовь, а только одна может изменить этот мир к лучшему. И любовь может исправить согрешающего, исправить нехорошее, уничтожить и победить зло, ненависть и многое другое. Вечером 7 января глава Ставропольской митрополии совершил Великую вечерню в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Его высокопреосвященству сослужили секретарь ипархиального управления, ключарь Казанского кафедрального собора и еромонах Гаврил Альховик, благочины церковных округов, руководители ипархиальных отделов, преподаватели Ставропольской духовной семинарии в священном сане, многочисленное духовенство. За богослужение митрополит Кирилл вручил духовенству ипархии архипастерские награды. По окончании богослужения от имени духовенства ипархии митрополита Кирилла с праздником Рождества Христова поздравил благочины архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протеарей Михаил Моздор. Истинные поздравления, молитвенные пожелания помощи Божией в ваших трудах. Мы желаем вам, чтобы Господь всегда издевал богато на вас свои милости и упрямлял ваше поклонное место и силе на многое. Затем архипастер обратился к присутствующим с проповедью. Дорогие мои, с праздником Рождества! И я это, может быть, достаточно подробно разбираю, потому что сегодня берутся народы, берутся сердца людей. Никто об этом сегодня не говорил, как понимать все события, которые происходят вокруг нас, а в первую очередь нужно человеку заглянуть внутрь себя и понять себе, кто он был в этом день, как он живет. И исправить себя, исправлять задача, даже понимать. Обращать к Богу, конечно, что происходит вокруг него. И постепенно нужно улучшать и улучшать этот грешник. Вам не страшно. Нет. 8 января в Ставрополе состоялась архиерейская рождественская елка. На протяжении многих лет в дни празднования Рождества Христового Дворца детского творчества собираются дети на красочное представление. Билеты на елку получили семь месячных служителей епархий, социальные учреждения края, сотрудники епархиального управления и военнослужащие. Также приглашение на архиерейскую елку вручили и воспитанникам воскресных школ из разных уголков Ставрополя. В общей сложности было передано около 600 билетов. Открыл елку руководитель епархиального отдела по культуре протеерей Владимир Сафонов. С особым чувством благодарения передаю всем вам, родимые мои, благословение его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невиномысского. Наш владыка и вся наша Ставропольская Церковь пригласила вас, боголюбцев, сегодня в этот гостепритный зал Дворца детского творчества города Ставрополя для того, чтобы вновь и вновь пережить даинство вхождения в мир Господа. Рождество Христово навсегда изменило жизнь человеческого рода. Рождество Христово сделало невозможное возможное, но, например, Бог стал человеком, а человек получил возможность стать Богом по благодати. Зрителям показали спектакль «Рождественский глобус». Постановка рассказывает о детях, которые захотели узнать, как празднуют Рождество Христово в разных странах. Посетив несколько стран, познакомившись с интересными традициями и обычаями различных народов, дети вернулись домой, сделав свой главный вывод «Везде хорошо, а дома лучше». Приятным дополнением к праздничному настроению стал сладкий подарок от митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла, который получил каждый ребенок. Песня «Рождение Христа» «Рождение Христа» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok